Всем привет! Сегодня мы разбираем регулярные выражения. Регулярные выражения это некий набор символов, которые мы используем в основном для поиска. Тема у нас 103.7. Вес у нее 2. Два вопроса в LPIC. LPIC предупреждает нас то, что мы должны уметь управлять файлами и текстами данными, используя регулярные выражения. То есть под этим понимается возможность создания регулярных выражений и использования их в каких-либо целях. Говоря о регулярных этих самых выражениях, regular expressions, мы можем использовать следующие символы, вы видите. Slash, значок меньше, это слова, которые начинаются с текста, который будет следовать после этого символа. Ниже мы видим текст, после которого стоит значок slash и значок больше. Это значит то, что мы будем использовать, искать слова, которые заканчиваются на вот этот набор символов. Есть символ для начала строки, для конца строки, для диапазона, для отрицания, для любого символа и для выбора A или Z. И третий снизу символ у нас, вы видите, это восприятие символа буквально. То есть если мы не поставим этот slash перед этим символом, символ будет у нас восприниматься как начало диапазона, например, или как просто квадратная скобка. Ну, чтобы в голове каш не было, мы сейчас это все будем смотреть на практике. Вам это просто в качестве шпаргалочки, если что, print screen сделаете и используете. Мы будем использовать все эти регулярные выражения с командой grep в основном. Есть обычная команда grep, мы ей часто пользуемся, когда сортируем результаты чего-то, передавая ей данные по конвейеру. Эта утилита осуществляет поиск и, собственно, выводит нам на стандартный вывод результаты его. Эту утилиту grep можно запускать с различными ключами, но можно использовать просто ее другие варианты. E-grep это расширенный grep, F-grep это fast grep, R-grep это recursive grep. Что это все такое значит, мы сейчас опять же с вами посмотрим. И есть еще такая штука, как потоковый текстовый редактор. R-set это не полноценный текстовый редактор, он просто получает информацию построчно и обрабатывает ее, после чего выдает на стандартный вывод. То есть он не изменяет сам текстовый документ или текстовый поток, он просто редактирует его перед тем, как вывести его для нас на тайнер на экран. Начал я с того, что создал для сегодняшнего занятия пару файлов. Это файл файл тексти и файл один тексти. Файл один тексти это пустой файл, я создал его тачем, то есть просто создал пустой файл, а файл тексти у нас содержит текст. Я вам сейчас покажу какой. Вот такой вот набор слов. Просто набор слов, и мы будем по этим словам сейчас разбираться, как работают у нас наши команды. Первая команда, с которой мы будем разбираться, это наш греб. Греб у нас, вы видите, и его производные e-greb, f-greb, r-greb. Это печать линий, то есть вывод линий, который отвечает некому заданному шаблону. Помните, мы с вами выводили, допустим, набор, перечень файлов в текущем каталоге, и чтобы не видеть их все, потом гребом сортировали только те, которые нас интересуют, которые, например, начинаются с какого-то слова или содержат в себе какие-то символы. То есть греб помогает нам сортировать то, что мы даем ему на ввод. При этом вы видите вот эти e-greb, f-greb, r-greb, и можно их не использовать, можно использовать греб с ключами минус i, минус f, минус r, но как бы более что ли качественно считается, более правило хорошего тона, это использовать e-greb, f-greb, r-greb. Итак, греб. Мы с вами только что видели мой файл, файл.txt, вот в нем есть много что. Мы можем сказать гребу. Давай загляни во внутрь этого файла и поищи нам те слова, которые содержат в себе сочетание, например, o-o. Два раза o я печатаю и говорю, в каком файле искать. File.txt. И он нам показывает, видите, причем выделяет красивенько красным, потому что есть три слова, которые в себе содержат сочетание двойное o. Можем сказать ему то, что давайте нам не просто вот это вот все увиди, а еще пронумеруй строки, чтобы мы видели, в каких строках это все находится. И он нам показывает первая, третья и четвертая строки. Это может быть полезно, например, если мы работаем с каким-то программным кодом, может быть, у нас есть какой-то сценарий, и мы хотим в этом сценарии что-то найти, и мы сразу видим, в каких строчах что находится. Или, может быть, мы бежим по логам. То есть греб нам помогает в этом случае. Мы можем сказать гребу «найди нам только то, что начинается, допустим, по словам BOO». Например, мы хотим, чтобы он нашел нам эту книгу. И видите, он нам ее не находит, потому что книга у нас начинается с заглавной буквы B. То есть греб у нас чувствителен к регистру. Если мы хотим, чтобы он у нас не был чувствителен к регистру, мы вначале указываем опцию «-I». И тогда он сразу нам найдет нашу книгу. То есть, опять же, мы же не знаем, какие у нас с вами могут быть сейчас слова с заглавной буквы, с прописной буквы, и вообще, как там, кто нажимал клавишу шрифт, нам неизвестно. И вполне возможно, что чаще нам придется использовать греб именно с ключом «-I». Имейте это в виду. На практике это может быть важно. Очищу я экран. И немножечко еще поработаю с гребом. Значит, лист. Еще раз. Вот у нас есть вот такой вот набор файлов. Мы с вами часто делали до этого. Лист. Пайплайн. Греб. Например, все, что кончается или содержит в себе «-I». И видим «файл1» и «файл.txt». То есть, смотрите, когда мы гребу на вводе указываем имя файла, там греб, какие-то там символы, «файл1.txt», он начинает работать с этим файлом «файл.txt». То есть, у него вводные данные – это имя файла, и он работает внутри файла. В случае с командой «-list», команда «-list» выдает гребу перечень имен файлов и папок. И тогда греб начинает работать уже с названиями, он не глядит вовнутрь. То есть, он не занимается поиском третьих файлов, он работает с тем, что ему дали на ввод. Как и все остальные команды Linux, вспоминайте, важное очень занятие у нас было – стандартный ввод и стандартный вывод. То, что греб получает на ввод, он обрабатывает и передает на вывод. Это могут быть названия файлов, может быть содержимое. То есть, что мы ему дали, то он и обработан. То есть, если мы скажем ему теперь не «-list» команда, чтобы ему передала вот этот весь бардак, а скажем, чтобы команда «-cat» взяла и передала ему файл наш 1, или у нас какой там файл «-txt». Пусть команда «-cat» возьмет этот, собственно, файл и передаст его нашему гребу. По тому же принципу «-о-о, пусть поищет». И вот, видите, теперь у нас греб ищет уже внутри файла. То есть, что мы ему дали на вывод, то он обработал и передал на вывод. Мы можем также, давайте еще раз посмотрим наш файл «-txt». Сказать ему, давай-ка ты найди нам файлы, в которых содержится сочетание «-p-l-e» – файл «-txt». И вот он нашел нам два файла, в смысле два слова в этом файле – «-couple» и «-pleasure». Предположим, что мы хотим найти те слова, которые начинаются у нас только на «-ple». Вспоминайте, вот у нас тут начинаются как раз наши выражения регулярные. По слайду начало файла у нас, то есть не начало файла, начало строки, у нас это значок «-shift-6», вот такой значок с суффикса в русском языке. «-shift-6», «-ple», «-file-txt». Вот эта команда обозначает то, что команде «-grep» нужно найти в файле «-file-txt» слова, которые начинаются на «-ple». Не слова, даже строки, это именно начало строки. У нас следующая тема с вами, еще одни регулярные выражения, посложнее уже, там будем разбираться именно с началом уже слов. А здесь именно начало строки, вот эта тема. И тут видите, он нам показывает только «-pleasure». Мы можем сказать ему, а давай найди нам тогда «-ple», которое встречается именно как конец слова. Конец, опять же, строки – это знак доллара. То есть теперь у нас команда «-grep» в файле «-file-txt» будет искать слова, которые заканчиваются на «-ple», потому что мы указали вот этот символ. И видите, получаем «-couple». То есть вот это у нас регулярные выражения, суффикс вот этот вот у нас – это начало строки, значок доллара – это конец строки. Имейте шпаргалочку, которую я вам показал. Можем сказать, найди нам в этом файле сочетание любая буква, после которой будет буковка «-o». И вот он, видите, находит нам огромное количество таких вариантов, потому что значок «-точка» – это любой символ. Не путайте это в данном случае со звездочками, с вопросительными знаками, которые мы часто используем. «-точка» – это у нас любой символ. Точно так же можем сказать «давай, поищи нам «-ple». То есть сейчас мы говорим, найди нам, чтобы был любой символ, а потом «-ple». И видите, он находит нам только «-couple», потому что «-ple» же перед собой не содержит никакого символа и, значит, не отвечает вот этому требованию. То есть должен быть какое-то слово, там «-apple», «-couple», какая-то буковка, после чего требуется, чтобы было «-ple». Надеюсь, вы понимаете, переспросить я у вас не могу. Стираю. Теперь будем работать с «-extended grep». «-extended grep» или «-e-grep» у нас уже понимает намного больше вот этих самых регулярных выражений, чем обычный grep. Греб работает с минимальным набором, которым используем наиболее часто. Например, мы можем сказать «-e-grep», «-extended grep», и он уже будет работать серьезно. Можно не использовать вот эти вот одинарные кавычки, но если у нас будут некоторые символы встречаться как переменные, то будет спотыкаться команда «-e-grep». Возможно, мы уже задали с вами какую-нибудь переменную, которая соответствует какой-то букве, например. Вспоминайте занятие, мы проходили по переменным. И тогда у нас команда спотнется. Поэтому мы ставим кавычки и в кавычках уже описываем выражение. И тогда уже вот все, что находится внутри кавычек, «-e-grep» воспринимает как свою команду, не будет ничего воспринимать как переменной. Итак, начало строки. И условия, чтобы строка начиналась с буквы «-b» или «-d». И все это, чтобы он искал в файле «-file.txt». То есть еще раз. Начало строки и условия «-b» или «-d». И видим, он находит нам слова, которые начинаются на «-b» или «-d». Это все очень бывает полезно, когда мы начинаем осуществлять поиск по файлам, по огромному количеству файлов, по именам. Все эти грепы очень пригождаются. Можем сказать ему точно так же. Только не «-b» или «-d», а чтобы начало строки начиналось. И укажем ему диапазон с, допустим, «-a» по «-k». Что-то надо стереть. И говорим. Начало строки, чтобы начиналось с любой буквы, с «-a» по «-k». Там «-a», «-b», «-c», «-d» и так далее. И вот он нам показывает все слова, которые у нас с «-a» по «-k» попадают на начало. Видите? Можем усложнить. Видите, сюда опять не попала бук, большая буква «-b». Тогда мы можем ему сказать, найти все слова, которые начинаются с «-a» по «-k». Усложним. Людям с техническим складом ума сейчас будет попроще немножко. И добавим еще одно условие. «-a» по «-k». То есть начало строки, значок. Зачем условия в круглых скобках с «-a» по «-k» маленьких или значок пайплайна, вот этот вот вертикальный числа, черта, с «-a» по «-k» больших. И видим, у нас уже появилась бук. Так большая буква «-b». Такой код, небольшой, простенький код. То есть «-e-greb» или «-extended-greb». Его, в принципе, можно выполнять как команду «-greb» с ключом минус «-i» кажется маленькой. Это все расширенный греб, который понимает уже огромное количество регулярных выражений. Я вам на сайте, наверное, выложу побольше регулярных выражений. А сейчас в видео не буду это все так усложнять и запихивать. Следующая команда. Чищу я экран. Следующая команда – это «-f-greb» или «-fast-greb». Если обычный греб у нас понимает некоторые регулярные выражения, «-e-greb» – «-extended-greb» понимает все регулярные выражения, то «-f-greb» не понимает регулярных выражений вообще. Это дает нам преимущество. Мы можем использовать те символы, которые мы раньше использовали в касте регулярных выражений, как обычные символы, которые мы хотим найти в тексте. То есть, если мы с вами скажем гребу обычному «найди нам сочетание c$ в файле файл.txt», он нам покажет только лог, потому что он воспринимает доллар как конец строки. То есть данная команда воспринимается им как «найди те строки, которые оканчиваются на букву c». Если точно так же мы поставим условие команде «-fast-greb», она не будет воспринимать доллар как конец строки и просто будет искать сочетание c, после которого следует знак доллара. И вы видите, она сразу его находит. То есть f-greb у нас умеет воспринимать все те символы, которые являются регулярными выражениями, как банально те символы, которые ей нужно найти, как свои аргументы. Последний греб, с которым мы хотим с вами разобраться, это r-greb или recursive-greb. Давайте создадим в текущем каталоге папку какой-нибудь folder. Убедимся. Вот она создалась, синенькая, прекрасно. И возьмем и отправим командой «эхо» слово «hello» в этот файл. Ну, не в этот файл, файл это у нас пока еще нет, в папку folder. А в папке folder создадим файл какой-нибудь, не знаю, great-texty, что-нибудь такое. Соответственно, тут у нас ничего не изменилось. И если мы обычному гребу сейчас скажем «греб, а возьми и поищи hello» у нас в текущей директории. Он не нашел слово «hello» в файлах текстового, поэтому ничего не вывел. И просто нам сказал, что все остальное, что он видит, это каталог. А внутри каталога он не может сейчас искать, потому что он ищет именно у нас в текущем каталоге файлы, в которых содержится это слово. Если же мы то же самое скажем не гребу, а rgrepp, он у нас, видите, сразу полезет вовнутрь папки. То есть он пробежался по всем папкам, посмотрел их содержимое и нашел папку folder, в которой есть текстовый файл great-texty, и в нем есть слово «hello». То есть rgrepp умеет у нас рекурсивно искать внутри каталога. Если нам нужно осуществить поиск во всех вложенных файлах и папках, тогда мы используем rgrepp. И он будет бегать вниз глубоко-глубоко по дереву. И последнее, с чем нам с вами сегодня предстоит разобраться, это SED. Это стрим-эдитер, наш текстовый редактор, потоковый редактор для фильтрации и трансформации текста. У него богатейший функционал, у него огромное количество ключей, вы видите. Он может делать страшные вещи, мы с вами рассмотрим только парочку таких, потому что это действительно тема даже для отдельного занятия. Итак, SED с ключом минус I, то есть отредактировать, edit. Что именно в кавычках редактировать? Брать и заменять. S, substitute, замена. Заменить сочетание OO на сочетание, например, AA в файле нашем. File1.txt. Нет, у нас в 1 ничего нет, это файл просто txt. И там, где был у нас лук, теперь lag какой-нибудь, как. То есть все сочетания OO он заменил на AA. При этом надо понимать то, что файл остался без изменений. Это именно произошло при работе текстовой редактора и при выдаче на стандартный вывод. Сам файл он никак не отредактировал. Редактировать текст мы будем полноценными текстовыми редакторами. Это тема следующего занятия. Если мы все-таки хотим изменить наш текст, то мы можем сказать ему, что возьми и выполни вот это действие с этим файлом, но при этом, скажем, этот файл сохрани под новым именем, то есть newfile.txt. Тогда текстовый редактор set не просто возьмет и выведет нам на стандартный вывод измененный файл, но он выведет его вот в этот файл newfile.txt. Теперь если мы посмотрим newfile.txt, мы видим то, что в нем OO заменены на AA. Вы всегда это можете делать, вспомните. Напоминаю вам то, что этот значок больше, он нам меняет стандартный вывод с вывода на экран на вывод в какой-то файл. Можем сказать нашему стрим-эдитору, где он у нас, возьми и используй RE. RE это регулярные выражения, то есть он тоже может использовать регулярные выражения. И точно так же пусть заменит ключ S, substitute. Заменит, если у нас строка начинается, значок вот такой вот с B большой или B маленькой, или B маленькой, то возьми и замени эту B большую или B маленькую, например, на большую C. Так, по-моему, надо поставить в конце тоже такой вот слаж пробуем. И сотру я, конечно, newfile.txt и нечего его нам перезаписывать. И вы видите то, что он поменял нам в book'е большую B на C и в bird'е маленькую B на C. То есть у него действительно гигантский функционал, он может работать с чем угодно, в том числе с регулярными выражениями, regular expressions. Поэтому он сейчас понял нам и начало строки, и условия или. Все это он понял. Итак, мы с вами разобрались сегодня с регулярными выражениями. Мы рассмотрели наиболее часто используемые из них, потому что в дальнейшем будем еще использовать более продвинутые регулярные выражения. И познакомились с командой grep и ее производными. Fast grep, extended grep и recursive grep. Кроме того, бегло так взглянули на потоковый редактор set, потому что мы редко используем его на практике. И функционал у него гигантский. Кому нужно, копайте с ним сами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!